В преддверии женского праздника на цветочных рынках настоящий аншлаг. Выбор букетов разнообразен. Розы, тюльпаны, мимозы. Однако Василий пришел сюда в поисках подснежников. Рассказывает, с пролисками у него связаны особенные воспоминания. Я бы хотел купить пролиски, подснежники, потому что когда мы с супругой встречались в молодости, мы ездили в лес и аккуратно срезали цветы. Приятно вспомнить молодость. Легко было. Поэтому уже 20 лет букетикам из первых весенних цветов Василий напоминает жене о своих чувствах. И несмотря на закон, запрещающий продажу подснежников, цветы макеевчанин сумел купить. В преддверии 8 марта на рынках появились первые торговцы дикими цветами. Стоят они дешевле обыкновенных гвоздик и роз, ведь культурные растения нужно еще вырастить. А дикие можно просто собрать. Одна гвоздика сегодня стоит 15 гривен, роза 35, а букет подснежников 10. Поэтому спрос на первоцветы большой. Пообщаться с продавцами пролисков нам не удалось. При виде журналистов люди прятали товар в пакеты и уходили. А те, которые не успели унести коробки с подснежниками, отвечать на вопросы отказались. Девушка. Да. Не надо меня снимать. Не надо снимать. Нежелание общаться объяснимо. Тех, кто продает цветы, занесенные в красную книгу, ожидает штраф. Есть статья 90 административного кодекса. Это нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в красную книгу. Таковыми у нас эти растения являются. В данном случае уже наложение штрафа от 340 до 510 гривен. В настоящий момент на территории города Макеевки создана мобильная группа, которые именно занимаются выявлением данных правонарушений. Только за прошлую неделю правоохранители наказали около ста нарушителей закона. Такие результаты радуют экологов. Они рассказывают, если не остановить стихийную продажу подснежников сегодня, уже через 10-15 лет пролиски могут исчезнуть. Срывает их прямо с луковицами. А если сорвались луковицы, уже они больше расти не будут. Но даже если не срывать с луковицы, а срезать их, то все равно у основания луковицы начинает подгнивать. И они в конце концов сами луковицы портятся и пропадают. Экологи добавляют, люди, которым нравятся первые весенние цветы, тоже должны их беречь и любоваться подснежниками не в букетах, а на природе. Если никто не будет покупать пролиски, то и продавать их не будет смысла. Злата Баярачная, Руслан Новиков, Панорама.